Владимир Петрович Владимир Петрович Владимир Петрович Владимир Петрович На самом деле, ну, не только потому, что я профи-философ-профессионал, но вот любая наша тема и встреча здесь, и встреча с моими многочисленными студентами сейчас, курсантами, офицерами, адъюнктами, аспирантами, ну, любая встреча на философскую тему тут же связывает вот абстракцию какую-то, да, абстракцию понятий, определений с самыми насущными проблемами вот сегодняшнего дня. И вот наша сегодняшняя тема, это учение Иосифа Сырёновича Сталина о нации, национальном вопросе, связано, конечно, с сегодняшним днём тоже, увы, даже сильнее, чем, скажем, ну, 40 лет тому назад, если говорить о нашем Отечестве. И я об этом могу говорить вполне, так сказать, определённо, не пускаясь в абстракции насчёт нашего Отечества, потому что, вы понимаете, я уже 33 года тому назад стал доктором наук, да, профессором, да, 40 лет тому назад я был уже, да, в высшей партийной школе, да, сначала там профессором, потом уже в заведующем кафедре. Вот, то есть у меня уже история пастью грома, как говорил Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский, да, вот. Так вот, и в том числе об Иосифе Сырёновиче вот несколько слов. Вот моя обширная биография уже, да, мне всего лишь 73 года, но вот уже позволяет мне некоторые вещи, так, вещи вот так вот, представлять через собственный какой-то опыт. Может небольшой, но всё-таки имеется. Вот если говорить о Иосифе Сырёновиче, какой у меня опыт, казалось бы, да, вот. Вот, но в 1953 году, 5 марта, когда не стал Иосиф Сырёнович, мне было уже 8 лет. Я был парнишка, большой переросток, такой, знаете, в 12 лет я уже был такого роста, как сейчас. Ну, а 8, конечно, не такого, но выделялся. Ну, дело не только в росте, видимо, тут тоже растёт, одновременно с ростом что-то вырастает. Как-то не то, чтобы я очень интересовался этими проблемами тогда. Вы понимаете, вот источник информации у нас в огромной коммунальной квартире, Фонтан, 52, квартира 7, была такая вот тарелка, радио вот такое большое. И присутствующие здесь едва ли, конечно, тарелку видели где-нибудь у себя дома. Разве что где-нибудь в музее. Связь вот она, кстати, выставлена. Вот, и это тарелка, в которой был винт. Вот эту мембрану огромную он мог немножко подтягивать или отпускать. И от этого громкость увеличилась, уменьшалась, но не выключалась никогда. И с гимном Советского Союза я ложился и вставал. Вот, такое дело. Почему это я тут биографию вспомнил? Потому что именно по этой тарелке мы, конечно, слушали, очень напряженно слушали новости, такие новости, как вот состояние Иосифа Сергеевича Сталина. Вот. А потом услышали и такую вещь, что вот не стало Иосифа Сергеевича. И я вам скажу, вот впечатление детства очень яркое. Я вот 8 лет такой уже начинаю с чего-то соображать. Какое действительно всенародное горе это было. Всенародное. Не только в нашей огромной коммунальной квартире. Не только в школе. Но вот когда Сталина опускали в Мавзолее, а вы, наверное, большинство знает, что вначале он был помещен в Мавзолее, рядом с Владимиром Ильичем, вот, в этот момент я был на Невском. Куда я шел, я не помню, по каким-то делам. Вот. И на Невском было народу не столь много, как сейчас, но прилично. Трамваи ходили по Невскому. Трамваи... Загудели гудки. Репродукторы на всех углах, которые вещали еще в блокаду огромные, вот они, они были включены, и Левитан говорил о том, что вот сейчас гроб с телом Иосифа Сергеевича погружается, вносит его в Мавзолей офицеры, вот он снимается с лафета, которую везли, да, из Дома Союза, где его, там, значит, была гражданская полихина на несколько дней. Вот. И вы знаете, что произошло, вот, когда загудели гудки, остановились трамваи на Невском, и все незнакомые люди на Невском бросились друг к другу в объятия, и плакали друг у друга на плечах. И еще одно непосредственно такое воспоминание. Мой дядя, молодой человек, я даже осознавал человек, он свой, что он молодой человек, дядя Юра мой, он пришел 22 года, ну, прибавьте еще, так сказать, вот, мой возраст, да, набранный, да, 8 лет, да, ему было 30, когда это произошло. Он вся грудь в орденах офицера получил, раненый, хромающий, ну, еще, там, в строю он был, там, ну, и он, это самое, пришел к нам, недалеко жил, и моей маме говорит, Вера, как же жить-то без него будем? И заплакал. Меня это поразило больше, чем плач на Невском. Понимаете? Потому что, ну, я рос без отца, и, как многие мои сверстники, я ребенок войны, новый статус получил, и вот то, что дядя Юра, который был для меня героем, живым, вот он, с орденами прошел, он плачет, это произвело на меня колоссальное пищение, значит, вот такое горе действительно, понимаете? Вот. Это вот в оценке народной, ну, может быть, такой не очень грамотной, да, как могли. Но вот когда потом, после критики культа личности, и в этом, в этой критике есть нечто объективное, и не надо закрывать глаза, собственно говоря, мой дед родной, опять же, вот биография, которую я не видел, ибо в 35-м году его, героя гражданской войны, командира полка Красной Армии, которую избрали солдат, с которым он прошел всю первую, эмпиристическую, да, войну, вот его взяли в НКВД, ну, и обратно он не пришел, да, там ложный донос был, там, как говорится, лес в обе щетки велетят, вот мой дед, хотя бы я должен был быть вот по этому поводу уже ожесточен, против, да, и очень серьезно, с которым связаны, и я слушал, конечно, уже потом, это более взрослый, все, как вот Никита Сергеевич тут раскрывалось, все тоже по репродуктам, шло на всю страну, на весь Советский Союз, да, вот культ личности, все это, понимаете, я вам скажу, общая реакция простого населения, да, вот в нашей, опять же, все еще в коммунальной квартире, да, вот, негативная, Хрущеву не поверили, ах, Хрущ, его так называли, ах, Хрущ, вот так, вон там, и потом, это было еще связано с развенчанием одновременно, он говорил там, ну, была, так сказать, антипартийная группа, это вскоре тоже было, куда попали и такие герои гражданской войны, прославленные, как Ворошилов, вот, и нам по телевизору показывали, телевизор был в красном уголке, и мы туда, мальчишки ходили, там, набивались, КВН, вот такой маленький, с большой линзой, нас там набило, кроме мальчишек, там взрослых, конечно, были, телевизор, чудо природы, в квартирах не было телевизора, ну, то ли недоступно было по деньгам, то ли еще, наш, завод Козийского выпускал, кстати, КВН, Козийский, К, вот, вот, как там, этот, старенький уже, Ворошилов, он, выходит из кресла, когда Хрущев стал критиковать, и идет так, на выход, он этого не хотел слышать, и все очень жалели Ворошилова, и Хрущев был, но потом мы узнали, это уже значительно позже, когда мы осознали роль Хрущева, вот, в подготовке, если хотите, крушения Советского Союза, вот эти его, все эти формы, там, ну, речь сейчас не об этом, я не хочу туда углубляться, ну, вот, понимаете, тоже, еще раз отношение к Сталину, и вы знаете, Сталин, при опросе населения, уже составлен, в основном, не из моих сверстников, а людей гораздо меньше, меньшего возраста, да, он тоже, смотрите, вошел в число лидеров, да, это же тоже не случайно, не потому, что население там обманывается, да, нет, знали и то, и другое, и негативы, и позитивы, но позитивы-то перевешивали, и в числе прочих вот негативов, которые до сих пор там говорят, ну, что Сталин, он, во-первых, человек был малообразованный, что он там закончил, какую-то там семинарию, не закончил, да, его исключили, высшего образования у него не было, но давайте вспомним, у кого еще не было высшего образования, вот Фридриха Энгельса, друга Маркса, не было высшего образования, был человек удивительно образованный, да, так вот, много можно перечислять, вот это, да, вот само по себе наличие высшего образования, даже степеней высоких, еще ничего не гарантирует, высочайший интеллект, понимаете, я доктор наук, 33 года, я говорю, так я могу вам сказать, что стать доктором наук, ну, конечно, сложно, организационно сложно, но надо обладать таким, не надо быть гением, ну, среднего уровня и усидчивость, среднего уровня, IQ, интеллект и усидчивость, вот что было, вот все, работаем, среднего уровня, то есть, и с другой стороны, вот гений, которые не были никакими ни докторами, ни кандидатами, ни высшее образование, Иосиф Сырёнович, вне всякого сомнения, был гением, и это тоже, не просто так, почему, потому что я читал его работы, читал его работы, у меня вот до сих пор на полке, ну, собрание священы, не очень усырён, ещё есть, это раритет сейчас уже, конечно, да, но это, конечно, вот старшим поколением, я-то ещё не успел, конечно, приобрести во взрослом состоянии, а когда уже был взрослый, тогда уже была критика культа личности, вы понимаете, уже эта работа его не переиздавалась, вот, так вот, сейчас критикуют, все, мало образования, что-то там разбирался, вот, много там критики по поводу вот этих, проявления культа личности и прочее, вот, но вот такой факт, у него в Кремле была колоссальная библиотека, около, сейчас вот на скидку, к 50 тысячам томов книг, огромный библиотек, это просто филиал Ленинки, да, был, по такому количеству, и вот, представьте себе, в десятках тысяч томов его отметки, пометки стоят, он проработал, когда, вот он поздно всегда ложился, ночью мучил политбюро, вот, когда, трудно даже сказать, потому что вся его жизнь, впрочем, как и жизнь Владимира Ильича, ну, Владимир Ильич, как вы знаете, вот так, до окончания гимназии, то так, прилично жил, нормально, да, вот, а потом уже пошло там, и университет, вы знаете, он экстерном сдавал уже, а Ильич Ильич, Ильич Ильич жил куда как похуже, да, уже с детства, и вот это семинарие, куда его направили, вот, критическое отношение к религии, и вот на этом, наверное, да, вот этот критический настрой, такой у него, вырабатывается с детства, с детства, знаете, вот я, ну, не хорошо себя, вот, даже в параллели с Иосифом Сорионовичем, но я родился и вырос в очень религиозной семье, и до 14 лет верил в Бога, и до сих пор православный, крещённый, потом стал отходить, как это тяжело, уйти от веры, и стать философом, вот так на этой основе я стал философом, я, мне кажется, что я немножко понимаю, Иосифа Сорионовича, что вот он шёл тем же путём, да, от веры, да, и расстался, и вот этот критический настрой, который, в общем-то, всякому мышлению должен быть присущ, а особенно философскому. И вот работы Сталина, ещё, кстати, не Сталина, он ещё в это время, вот когда вышло его первое, вышло его первое произведение, направленное против грузинских последствий, князя Кропотка на анархистов, анархизм или социализм, это 1906 год, он тогда ещё не был Сталин, он был Коба, как его многие сподвижники уже при советской власти, ближайшие его соратники называли, проще чего он не протеялся. Так вот, вот это первая его работа, очень самостоятельно, почему? Потому что, ну, не было никаких ещё работ Ленина, таких более-менее систематических, в этом момент, да, и, собственно говоря, ему пришлось самостоятельно изучать диалектику, материализм, да, считать Маркса усиленно, Энглеса усиленно, и он шёл вот как-то, так сказать, к этому революционному движению рабочего класса через теорию, через марксизм, понимаете, вот разные есть пути, а вот Сталин шёл через теорию. И уже в этой работе, вот его ранняя работа, анархизм или социализм, он уже там такие вещи пишет, что просто удивляюсь, откуда вот самостоятельный человек, не имея никакого такого цельного и систематического образования, ни философского, никакого другого, ни гуманитарного, ни естественно научного, вот как он сумел всё-таки разобраться, да, выступить или не просто так, вот знаете, поругать анархизм, а вот критически его переосмыслить и указать на слабые стороны именно философские основания, вот, он уже тогда начинает понимать значение и пишет прямо вот в этой работе о марксистском дилектическом методе, как гидре марксизма, да, кстати, ещё не появились философские тетради Владимира Ильича Ленина в этот момент, где он, конспектируя науку логики Гегеля, он записывает там заметочки такие, вошедшие отдельной маленькой работы, он пишет, что диалектика – это ядро марксизма, ну вот почти то же самое, независимо от Владимира Ильича, в 1906 году вот «Анархизм или социализм» в этой работе в Сталин пишет, понимаете. Можно микрофон? Который? Вот этот, да. Вот этот? Там ближе. Так, ну ладно. Попробуем. И наглуните его чуть-чуть так. Да. Спасибо. Хорошо. Чуть-чуть проживаться. И вот, значит, здесь в этой работе он пишет, что марксизм – это цельное мировоззрение, это философская система. И пролетарский социализм Маркса непосредственно базируется на диалектическом материализме и даже вытекает из диалектического материализма. Знаете, это вот человек, который уже осознал очень глубоко, не просто выучил и зазубрил, а как студент. А что такое диалектика? А что такое материализм? А как это? Диалектический материализм. А какой еще может быть материализм? Может, метафизический. И тут же Сталин еще, Коба пишет, «История науки показывает, что диалектический метод является подлинно научным методом, начиная с астрономии и кончая социологией». Понимаете? То есть и естествознание. У человека, не имеющего никакого неестественного научного, у него гуманитарного образования практически. Ноль. Вот если там что-нибудь записать, что он там сдавал в этом, в духовном семинаре, который он не закончил там уже. А вот, вот что значит самообразование, действительно. Стремление к этому знанию. Он это осознал. Дух диалектики пронизывает всю современную науку. Дух диалектик пронизывает всю современную науку. И вот это понимание стало основой для всех дальнейших и теоретических работ Сталина, и его практической деятельности. И вот когда начинаешь изучать его революционную деятельность до революции, и потом уже, когда он становится генеральным секретарем, вот эта борьба со всякими уклонами, в которой он был очень прицепляемый, жесток, да, а иногда, может, и жесток. Вот понимая, что вот им движет не какая-нибудь там, знаете, какая-то звериная жестокость. Вот я в одном из произведений Кула в отношении Иосифа Виссарионовича, там он обладал просто звериной жестокостью, да не звериной жестокостью. Кстати, это же вот очень похоже в отношении Петра Первого пишут, да, вот, вы знаете, совершенно универсальный ум тоже, великолепный деятель, хоть он и царь, да, но вот, кстати, единственный царь, которого признавала советская власть именем Петра Первого, он назывался научно-исследовательский институт при советской власти, да. Это вот даль такая, да, и тоже, да, жестокий, не да, жестокий. Там, конечно, не такие ужасы у Сталина не было таких, какие себе позволял Петр Первый, но время было уже у Петра Первого-то другое. То есть иногда приходится быть жестоким, приходится быть жестоким. Кстати, одному из подвижников Сталин так и сказал, приходится быть жестоким, знаешь ли. Вот. Тут вопрос такой, либо мы их, либо они нас. И в этом не может быть каких-то сантиментов или каких-то компромиссов, понимаете, игра в компромиссы. Или как у нас сейчас это можно, слово такое, да, вдруг забыл, как, ну вот подскажите мне. Плюрализм мнений. Нет, не плюрализм, а... Толерантность. А? Толерантность. Толерантность. Вот толерантность. Нужно проявлять толерантность. Да. Вот вас ограбили, а вы расплакались на плече у грабителя, понимаете. Вот против, да, конечно. И вот серьезная и уже крупная работа Сталина, первый его такой действительно теоретически серьезный труд был по национальным вопросам. Это марксизм и национальный вопрос, 1913 год. И эту работу он пишет уже, ну, можно сказать, по заданию Ленина. Они уже знакомы к этому году и, значит, сотрудничают. Интересно, что он пишет эту работу нигде-нибудь, а в Вене. Да, да, Сталин пишет в Вене. А кто ему помогает и его консультирует? Бухарин. Интересный момент, да? Бухарин был человеком образованным, вот так, формально образованным. Но формально образование, говорю, что не всегда есть гарант успеха и в теории, и тем более в практике. И тем более в практике. Вот. И вы знаете, что Бухарина и Владимир Ильич так недолюбливал, хотя они с тем же Бухарином, только что были в Шалаше, в Разливе, да. Вот они же там с Бухарином были. А Зиновьем? А? А Зиновьем? И Зиновьем, и с Бухарием, ну да. Вот там они были и с Бухарием, и с Зиновьем. Там это самое. Так вот, перехожу все-таки. Марксизм, национальный вопрос, 1913 год, год выпуска. И вот здесь Сталин берет на себя такую очень сложную задачу сформировать понятие нации. Отделить понятие нации от национальности. У нас до сих пор это все смешивает, путает, отождествляет наши вот эти знаменитые Википедии. Вот я когда готовился к этому вопросу, посмотрел, да. Вот отождествляет, исподводит нацию, национальность. И вот что, кстати, не у Маркса, ну и не у Энгельса, не у Ленина. Вот отдельной работы по национальным вопросам, где бы вот такое размежевание было до нации и национальности, нет. А вот определение нации, которое дает Сталин в этой работе, оно до сих пор является, так сказать, классически совершенно не устаревшей. Ну и я, конечно, его зачитаю. Вот, нация есть исторически сложившаяся устойчивость, устойчивая виноват общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада. Проявляющегося в общности культуры. Проявляющегося в общности культуры. Только наличие, подчеркивает Сталин, всех этих признаков, взятых вместе, дает нам нацию. Нельзя вычленять, говорит, вот общность языка. Неправильно. Общность языка, это еще не нация, да. Вот для национальности, скажем, общность языка тоже не главный момент. Даже для национальности. Ну, дальше идет развертывание этих положений, да. И работа-то уже приличная такая брошюрка, да. Вот, а не просто там листовка какая-то или три странички. Нет, это уже около четырех печатных листов. Да, ну, вы знаете, что такое печатный лист, старое определение, да. Вот, это вот, вот таких листа, вот таких листа, это 20, около 20, да. Ну, вот, ну, так, сейчас у нас уже знаками считают, там, знаете, 40 тысяч знаков. Вот, ну, так что это большая работа. Большая работа. Ну, и тут, конечно, вот, если говорить еще дальше, вот по этому поводу, значит, причем работа написана в течение месяца всего лишь, да. Это серьезная основательная работа, продуманная и очень цельная, очень логично изложенная. И вот за месяц такую работу тоже, чтобы такое написать, надо быть уже профи в этом деле. Вот, я могу уже как профи тоже сказать, что да, вот такую работу написать, причем не имея никаких аналогов, я говорю, не было, не было. Вот, и написать с позиции именно дилектического материализма, на который постоянно Сталин здесь ссылается, как и, впрочем, в других вопросах, да. Вот, так вот, Сталин подвергает здесь, конечно, и критики, надо всегда, чтобы расчистить какую-то площадку. Конечно, да, Сталина тоже писали о нации, о национальном вопросе. Он не был первым, он был первым, кто вот дал такую адекватную, объективной реальности. Нации – это объективная реальность, да, общность, принадлежащая не сознанию, объективной реальности адекватно такую формулировку, вот это определить. Где главное, подчеркивает Сталин, дальше разъясняя это положение, это как раз общность экономической жизни. Но еще раз подчеркивает Сталин, нельзя это отрывать и сказать, вот есть общность экономической жизни, так это, значит, уже нация. Общность экономической жизни, пишет Сталин, была и у племени уже, естественно, да, что это нация – нет. И дальше Сталин дает еще один очень важный такой, потом это, значит, подчеркивал Ленин уже, ссылаясь на Сталина, тут, понимаете, вот так. Старший, ну, я так напоминаю, разница у них была в 8 лет в пользу Ленина, он старший был на 8 лет, а в определенном возрасте 8 лет – это очень прилично, да. Тем более тогда вот это в период такой очень острый период, когда они, конечно, занимались прежде всего и Сталина, и Ленина не теорией, а практикой уже, революционной борьбы. И не случайно в Вене это пишется вот Сталином, да, эта работа. Так вот, значит, и так экономическая жизнь – это ядро, а вот все остальное, необходимые элементы, которые формируются вокруг этого ядра, ну, не обязательно, не обязательно представляют собой нацию, так сказать, вот отдельно взятую, отдельно взятую только на основе экономической жизни, или на основе общности языка, или на основе территории, да, вот эти все моменты. И эта общность культуры тоже, да, она вторична. Вот не случайно, еще раз зачитываю Сталина, проявляющуюся в общности культуры, проявляющуюся, в общем, нельзя идти от общности культуры к нации, надо идти от нации и ее составляющих к общности культуры, вот так. Это будет связь и исторически, как это развивалось. И вот еще один момент, вот я начал говорить, и сбил, сам себя перебил, значит, что Ленин-то цитирует, да, Сталина дальше, что нация – это продукт развития уже на уровне буржуазного способа производства. Вот нация формируется именно на основе буржуазного, вот эта общность экономической жизни досягает максимума. Здесь Сталин ссылается справедливо на Энгельса, который пишет о том, что вот буржуазия и объединяет, и формирует, и пестует своего могильщика пролетариат, да, потом это тоже Ленин использует этот термин, вот. Но что буржуазия, буржуазный способ производства как никогда объединяет людей на определенной территории, как никакой другой. Ну, феодальный способ производства, вы же знаете, раздробленность вот у нас на Руси, да, отдельные там княжества какие-то. И это, кстати, в Германии продолжалось аж до середины 19-го столетия. Германия так отстала вообще в своем развитии, удивительно, да, мы считаем ее передовой страной. А вот она, феодализм-то не могла преодолеть до середины 19-го столетия, да. Вот у них там княжества всякие были, вот отдельные, самостоятельные. Вот этого объединения не произошло. Так вот, когда нет этого экономического, политического объединения, то не будет и, ну, тут и, значит, получается, и территории-то нет, потому что самостоятельность определенная этих, да, княжеств, или там у нас тоже, да, знаете, княжества. Вот, и все это, кстати, общая закономерность. Об этом Маркс с Энгельсом пишет, что вот общая закономерность развития человечества проявляется для всех народов. Вот, говорит, Древняя Греция, вот это Маркс, например. Смотрите, там они разбиты были, там воевали тоже между различными территориями. Афины, территория государства, да, вот, и там, значит, воевали не только с персами, но и другое объединение, а были, как бы, свои, там, вот, Македония, и, значит, и, ой, ну, ладно. В общем, короче, разбита была Древняя Греция на такие государства. Она была первая, наверное, такая вот страна, которая, во-первых, перешла к классовому обществу, да, ну, вот, перешла, и вот это долгое время такого рода пребывало такое разделение. Да, ну, это, кстати, для Китая древнего тоже, вот, характерно такое разделение. Правда, вот, единство Китая, там, то есть, огнем, еще, этот Цинь-Шихуан, значит, объединил Китай, вот, раздробленность уничтожил. Ну, вот, до этого тоже, вот, по существу такая феодальная раздробленность. Но вот, когда вот есть такая раздробленность, сколько она длится, это вот исторически конкретно, смотрим, да, народ, вот, когда он, вот, я говорю, уже немцы что-то очень долго с этим справлялись, с этой раздробленностью. И не говорите о нации, ну, особенно для немцев, вы знаете, очень важный вопрос, да, до сих пор, вот, немецкая нация, да, когда она объединилась, да, вот, пока еще феодальная раздробленность нет. И вот Сталин это впервые выделяет, что это вот подчеркивает то, что, конечно, капитализм объединяет разные народы, об этом Марк с Эйбисом еще писали. Ну, вот, Сталин говорит, что это вот нация, нация образуется вот тогда, именно в капиталистическую эпоху, благодаря этому экономическому объединению возникает единство языка, необходимое в производстве. Единство языка, как, если объединено такое большое количество людей экономические, ну, как они могут вообще вести это единое производство, если у них нет единого языка. А единство языка, и, конечно, единство территории тут, само собой разумеющееся, порождает, конечно, единство и культуры, да, потому что носителем культуры, в общем, является, при всем, язык. Ну, и вот, это тоже очень важный фактор, да, но Сталин интересно, что он вот эту тему, он не оставляет почти всю свою жизнь, проблему национальности. Хотя, вот этот самый, я забыл, как-то автор-то, в 58-м году написал такую блатную песенку о Сталине, который потом Высоцкому, Олешковский, нет, Олешковский, вспомнил я его фамилию, Олешковский, а Высоцкий пел, товарищ Сталин, Вы большой ученый, языкознанием, прославивший свой век, варианты там разные, вот. Вот языкознанием, действительно, языкознанием, а ведь не случайно, Вы знаете, что Иосиф Васильевич, вот когда при Ленине, да, народный комиссариат образовался в голове с Лениным, Сталин стал народным комиссаром именно по делам национальности, да, он уже был признан и не только Лениным, но внутри вот этой группы, так сказать, такой сплоченной группы первых революционеров после победы октября, он, так сказать, никто даже и не сомневался, что если вот делать наркома по национальному вопросу, а Вы знаете, что для России это было очень важно, для многонациональной России, чтобы она стала единой нацией, понимаете, вот у нас до сих пор это путаница есть, вот надо было человека и теоретически глубоко освоивший эту проблему и практически способного осуществить такое единство, ну, стимулировать, лучше сказать, да, возникновение этого единства, то есть мы люди сознательные в нашей деятельности и в индивидуальной, и в социальной, единственный план, идеальный образ будущего должен предварять наши действия, безусловно, это не в пользу субъективного идеализма, что сознание первичное, нет, сознание отражает объективную реальность и только тогда, опять я на философский момент перехожу, только тогда сознание может вот инициировать становление, подталкивать, я бы сказал, становление объективной реальности, в частности становление новой нации, а какая новая нация у нас образовалась в результате деятельности и практической уже стали, и тут нельзя умалять его здесь роль, да, вот то, что мы называли советский народ, песенка детская, пионерская была такая, вместе мы советский народ, и это не просто какой-то, вот как сейчас говорят, там политический лозунг, там нет, это было действительно единство нации, и достаточно было так проехать по союзным республикам, а в советское время там уже начал обширно путешествовать и побывал во всех советских республиках, целенаправленно побывал, вот, и можно было познакомиться, да, да, мы едины, действительно, никаких там проблем с Нагорным Карабашем или отношений не было, никаких так национальных предрассудков таких перерастающих конфликтов, даже на словесном уровне не было, или отчуждения, подозрительности какой-то к людям другой национальности, не было, и это вот единство, на чем это базировалось, так как раз, на экономическом единстве нации, а экономическое единство где ковалось? Индустриализация, вот что экономическое единство нации, которое сплотило Советский Союз, сделало его могучим государством, и это основа, дальше, коллективизация, это тоже, да, это тоже экономическое основание, единство нации, и, наконец, культурная революция, вот культура-то, единая образуется, культурная революция, три единства вот этих задач, и я думаю, что я не, большого привлечения не буду в чужому, сказав, что именно Иосифа Семенович Сталин, вот эти три момента лично он этим руководил, вот его тени, его воля, железная, действительно, воля, стальная воля, вот не случайно его это псевдоним-то Сталин, очень ему подходит, да, вот это, вот тут нельзя абсолютизировать роль личности в истории, это субъективный идеализм, но нельзя и приуменьшать, или нивелировать, и говорить, да личность-то вообще, это все объективные законы как-то, понимаете? Объективными законами в нашем обществе, еще раз повторяю, мы хомо сапиенс, мы существа разумные, и поэтому мы должны при помощи своего сознания не творить законы объективные, а проводить их, их инициировать, побуждать их в действию, именно тогда, когда они могут себя проявить. Вот нельзя было там теорию пролетарской диктатуры создать в 17 веке, даже самому гениальному человеку, но не было еще объективной реальности, поэтому думать, что так вот гениальные, они открыли то, чего не было, да нельзя открыть то, чего не было. Мы, как говорится, простые люди, мы очень часто не видим то, что у нас под носом делается. Гениальность, вот это открыть объективные законы, которые вот сейчас уже все, вот это вот есть, есть и есть такие, там, скажем, нации или национальности, есть процесс объединения вот этого интернационального единства, это не случайно, вот проблема интернационального единства, одна из основных проблем, я бы сказал, да, вот весь период существования Советского Союза, одна из основных проблем советской идеологии, достижение вот этого интернационального единства. И Старин здесь, конечно, его роль нельзя как-то преувеличить, просто даже невозможно преувеличить. Вот я говорил, три объектива. То есть он был не только гениальным теоретиком, открывшим что-то там, но и практики другие. Вот он это и воплощал, это практики. Вот одно определение, а смотрите, как работает она. Вот это триединство нации, и это надо осуществить. Но не было такой нации советский народ. Она появилась, она работала, она жила. Но почему она прекратила свое существование, почему распала? Опять, вот понимаете, вот тут вот это отождествление нации и национальность. Национальность это совсем другое единство людей. Сталин об этом пишет уже вот в этой работе, первой своей марксизм, национальный вопрос. Он потом развивает. Вот я начал говорить о языке. У него очень много работ как раз на эту языковую проблему. И там, в этих работах, да, он как раз возвращается к проблеме нации и национальности. Так, ну, чтобы не быть, так сказать, вот голословным, на какую работу, значит, по языку Сталин. Вот, это его работа... Что-то я потерял. Название, работа... Название, работа, язык. Ну, извините, вот, бывает так, на старуху проруха. Потерял название, хотя это, конечно, важно, да, но она вот входит, у меня ссылка на третий том. Ну, вот, так вот, он пишет о том, что вот язык как раз вот это является таким моментом, который объединяет... Вот, а вот я пишу, я читаю то, что написал Сталин, да, по этому вопросу. Язык – атрибут общества. Он рождается и развивается с рождением и развитием общества. С историей народа, как он принадлежит, изучаемый язык, и который является творцом и носителем этого языка. Язык – это средство человеческого общения. Ну, казалось бы, нет тут открытия, да, но язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества. Он – материальная оболочка мыслей человеческих, он объединяет людей, он их и разъединяет. И вот Сталин здесь вот совершенно гениально угадывает, что вот на уровне этого момента можно различить нацию и национальность. Каким образом? Вот для нации единство языка является атрибутом обязательным свойством. Для нации. А для национальности не является. Что такое национальность? Сталин здесь же возвращается к этому вопросу. Национальность. Главное в национальности, в отличие от нации, это кровнородственное единство. Мы бы сейчас сказали генетическое. Сталин пишет кровнородственное единство. И, конечно, рождаясь в определенной семье, человек определенной национальности, кто он, китаец, русский, еврей, индус, кто он, он начинает говорить на языке, на котором говорят его родители. И как будто язык является важным моментом для национальности. А нет. А где живут эти родители определенной национальности? Вы знаете, особенно еврейская национальность, да, мигрирует до сих пор активно, более активно, чем представители другие национальности. И вот они, значит, в Соединенных Штатах очень, так сказать, мощную группу представляют собой, да. И где угодно, где угодно, конечно, тут нельзя сейчас сравнить с китайцами, там, китайцы. Правда, у китайцев, вот я в январе был в Китае, кстати, у них там национальности очень много, это национальное тоже единство. Мы там их не можем различить, но они очень хорошо, даже на уровне языка, на уровне иерогли, различая друг друга. Так вот, если мигрировал туда, вот в Соединенные Штаты, да, ну да, вот они там, конечно, и русские тоже там стараются, так сказать, кучковаться, да, какие-то там, да. Группы создаются и там целые, так сказать, вот районы, да, русские там, какие, ну, конечно, китайские, опять же, вот во всем мире, в Нью-Йорке я там видел, Брайтон-Бич, это набережная. Вот там русские, вот там идешь, и действительно русская речь, так, вот, они стараются. Но проходит определенное время, и все это вот их объединяет общность жизни, экономической жизни, да, требует общности языка. Вот ты где-то на производстве, где много национальности представлено, ты что, будешь говорить только с представителями тех, кто владеет твоим языком? Нет. Ты вынужден на производстве уже говорить на общем языке. Какой общий язык в Соединенных Штатах? Вопрос, как говорится, риторический, на английском, вот давай на английском. Мне рассказывал один еврей, там вот в Соединенных Штатах Америки познакомился, водитель автобуса. Он приехал туда довольно давно, он так рад, что он водитель автобуса сейчас, а он говорит, вы знаете, я с чего начинал? Он кандидат технических наук, из Харькова, кстати. Вот, и, значит, он с чего начинал? Я говорю, ну, не знаю, я работал, обвертал асбестом, а это жутко вредная работа. У нас запрещен даже на строительстве, а у них, вот видите, пожалуйте, обертывал асбестом трубы какие-то там, чтобы они не замерзли. Да, потом еще там сверху асбесты какие-то, оболочки, чтобы для других-то не было вредно. Да, а вот кто обертывает, естественно. Вот, и этим я занимался ровно три года, и три года я лежал в бараке с неграми, и вот на полу там брошено было что-то такое общее, какое-то разнообразие матрасов. Вот мы на этой общей кровати, вот тут, говорит, я изучал американский, английский и американский язык у этих негров. Негры тоже разделены, вот видите, классовое разделение, да. Вот не расовое единство, один негр, значит, вот дошел до президента, а другие негры там еще нищете, безбравии. Вы знаете, что там вопрос еще кукулсклану, кукулсклану уже не работает, но еще есть. Кстати, эти организации замечательные, в кавычках. Ну и вы знаете, еще вот проявление там расовой сегрегации, еще тут, тут, там вспыхивают, даже при Бараке Обаме там были эти столкновения, да. Ну вот, так что вот классовый момент. Но вот к национальности, вернусь и к нации, значит, вот национальности волей-неволей начинают вот ассимилировать друг друга. Вот проблема ассимиляции национальности, это Сталин разбивает вот в этой работе, посвященной вот становлению уже языка. И он пишет, что вот для нации, еще раз повторяю, это хротерное единство языка. А для национальности не обязательно. Представители одной и той же национальности, живя друг от друга, даже родные братья, да, вот разъехались, младенческие, живя друг от друга на территориях там очень разных, на разных континентах, они могут говорить на разных языках, принадлежать к разным нациям, да, на разные, естественно, территории, и разная культура у них будет, и у их детей там. Хотя некоторые удержатся, вы знаете, пытаются там какое-то национальное, особенно, национальное особенно поддерживать культуру где-то там, да, вот. Особенно вот это характерно, знаете, для представителей вот исламской религии, вот они стараются как-то так и держаться диаспорами такими, более чем все другие. Вот тут религиозный еще момент. Кстати, религиозная принадлежность вовсе не отличает нацию, не отличает и национальность тоже, так же, как и язык, понимаете. Значит, главное для национальности это не язык, а Сталин пишет, главное, конечно, это кровнородственное единство. Внешне похоже, но во всем остальном могут быть очень даже различны. В этом отношении я ярчайший пример. Свой среди чужих, чужой среди своих. У меня смешение, колоссальный ящик открыт, прямо скажу, у меня дед по линии отца, родной дед по линии отца, китаец из Харбина. Вот, да, ну интересно, что бабушка по линии отца, жена, деда, грузинка, а мама у меня русская. Вот, и вот кто я, да, вот кто я по национальности невозможно просто определить. Да, ну вот я вообще, конечно, считаю себя по культуре, да, по национальной культуре. А национальная культура может связана быть и с культурой национальности, культура нации. Вот по национальной культуре и с той, и с другой стороны я, конечно, русский. Вот, и коренной Ленинградз. Вот, при всем при том. Правда, если не считать деда, который вовсе не из Ленинграда, а из Харбина. Вот, но и деда не видел, и отца мало знал, надо сказать. Но это другой вопрос. Ну вот тут на себе как бы тоже проверяешь, да, вот как это, работает или нет. Да, действительно, да, очень даже может быть работает. Ни грузинского не знаю, ни китайского не знаю. Так вот, тут вот срабатывали, да. И Сталин, вот когда стал заниматься языкознанием, он особое внимание уделяет вот этому сращиванию языков. И он говорит, вот бывает такое, языки не только вот как-то так разделяются, идет разделение, обособление, и потом вот там украинский язык. Вот текст украинского языка мы с вами поймем. Когда будут говорить иногда быстро, ну, там отдельные слова понимаешь, а другие нет. А текст вот он видно, да, там. Хай, не хай. Вот, вот, это понятно. Ну вот, так здесь вот видно, что размежевание. Но Сталин говорит, вот размежевание, а ассимиляция, а объединение. Вот вот прямо пишет он, скрещивание языков есть длительный процесс, продолжающийся сотни. А подчас и тысячи лет в итоге сохраняется как вот общий, вот этот общий ассимилированный язык путем обогащения и усиления вот этого титульного языка, который здесь. А почему вот титульный, так как он возникает? А потому что тут большее количество людей, да, и они уже количество, которое определяет качество, они доминируют, они доминируют в экономической жизни, и следовательно, они сдают тон и управление этими всеми экономическими и культурными процессами, поэтому их язык становится основным. Вот как для, Сталин пишет, дальше уже в другой работе, тоже по языкознанию, эта тема у него действительно была очень любима. Он пишет уже, одна его небольшая статья, послевоенная, ну он тогда уже болел, мало писал. Ну вот он пишет, вот мы добились, у нас теперь есть новая общность, нация, советский народ, кстати, это тоже физическое обобщение такое, советский народ у нас есть, Сталин впервые об этом пишет. И вот он говорит, что это вот единство языка обязательно, хотя мы уважаем национальности, входящие в эту нацию, но волей-неволей русский язык становится, мы не насаждаем его специально, мы не включили в Конституцию там что-то, вот русский язык обязательно, и ни на каком языке, нельзя другого говорить. Но волей-неволей он становится общим языком общения, вы знаете, вот я ездил когда в разные республики, русский язык, да, пожалуйста, вот, все знали прекрасно русский язык, а сейчас? Сейчас? Сейчас знает, но уже не на таком уровне, не на таком уровне. Вот со мной, кстати, моя внешность сыграла один раз, так сказать, шуточку такую небольшую. В Узбекистане по горам мы ходили, я рассказал, нет? Нет. По горам ходили, загорели, я еще тогда путой был, совсем под жарой, вот по горам ходили, я не альпинист, горный туризм, да, там, вот. Ну и все спустились с гор, там загорели до черна, купили тюбетейки в качестве сувениров таких, которым можно в игру прикрыться. Я купил тюбетейку, входим, мы в тюбетейку, в Чайхану, вот, Чайханщик, когда моя очередь подошла, все в тюбетейках, он не обращает внимания. Моя очередь подошла, я загорелый, значит, он со мной на Узбекистане, человек, а я в костюме студенческого строительного отряда, я-то путешествовал, я там, ну, комсомол, я там занимался этими строительными отрядами, вот, ну, в общем, он по-узбекисту начинает говорить, я пожимаю плечами, он переходит на русский, который знает хорошо, но с некоторым акцентом, это была какая-то такая, не знаю, сего какое-то, сейчас, вряд ли там уже на русском, хорошо говорят. Он говорит, слушай, ты откуда, а? Я говорю, из Ленинграда. Он говорит, ну, что, что из Ленинграда, что, язык свой надо забывать, да? Уйди, я не буду тебя обслуживать, ты делайся. Вот так, значит, ну, хорошо мне, ребята, вынесли, так бы колодный остался, не знаю, на какое время, вот так, понимаете, вот, как это, вот, с одной стороны проявилось, да, вот, какой-то маленький узкий национализм, но его же можно раздуть, и вы знаете, на этом, как раз, вот, попирая нацию, стали развивать национальную, откуда, в отношении национальности, откуда стали, что сами они, не, ничего подобного, привнесенное, привнесенное. Запад нам помог, ох, как, вот, Запад нам поможет, это Горбачев все время говорил, помог он нам развалиться, и у него было совершенно, вот, я говорю, можно там сколько угодно спорить о знаменитом плане Далеса, да, но вот этот план, я сейчас не буду, потому что это отдельный разговор, да, перерыв, но он был воплощен, и вот один из пунктов плана Дальности, разбивать по национальному вопросу, вот эти все национальности отделять от титульной нации, и вот это единство разобщить, главное, чтобы нам свалить Советский Союз, это удалось, можно на этом играть, можно, слабости там, не обещать с три короба, ну, вот так же, как великому народу немецкому, который дал миру сколько вообще гений великих, и, ну, Маркс Ренгис, начнем с этого, да, а сколько композитов, а сколько поэтов великих, да, философов, поэтов, композиторов, и в результате вот этот тупой фашизм, да, который издикает на площадях эти же люди, этой нации, да, за счет чего, за счет того, что мы-то великие, а вот эти все остальные, вот, это вот национализм, который перерастает плавно и незаметно в фашизм, на этом у нас до сих пор, так сказать, работает, между прочим, вот, ну, давайте отдохнем, потому что уже, как показывает, что, так сказать, кто то собственноwand ADAMS» Продолжение следует...